Стилист Руслан Татьянин, маэстро длинных волос, основатель собственной школы, преподающей по всему земному шару. Друзья, всем привет! С вами Руслан Татьянин. Сегодня мы будем создавать красоту, творить, а в кресле моем потрясающая актриса, очень красивая женщина Ирина Безрукова. Та-дам! Ну что, начинаем? Сейчас сделаем подготовку волос, потом макияж, а потом у нас третий этап – это фотосессия. Я скажу, что мы делали один раз уже фотосъемку с Ирой. Это была осень 2017 года, был очень такой интересный проект, там мы, в общем-то, познакомились и подружились. Поэтому мы решили не то что повторить, мы решили сделать еще что-то интересное, но заодно и поболтать, потому что там поболтать не очень получилось. Ир, хотел спросить, скажи тебе… Можно на «ты», чтобы не будь чай пили на брудершатку, мы уже можем. Скажи, ты росла девочкой, которая знает, что она красивая? Нет. Я росла с бабушкой, так получилось, что у меня растила бабушка, родители рано умерли. Бабушка была деревенская, и она не знала, что надо самооценку девочки поддерживать. Как-то она думала, чтобы накормить меня, чтобы у нее все было хорошо, но мне никто не рассказывал, какая я. А вокруг, ну вот реакция мальчика, почему спрашиваю, например, когда меня мама забирала из детского сада, я всегда говорил, у меня сегодня новая невеста. И у меня постоянно были новые невесты. Ну, например, если бы мы с тобой были в детском саду, ты бы невестой, вот, не знаю, надолго, нет? Ну, видно же, когда красивые девочки, всегда как-то и мальчики обращают внимание. Ну, я родом из Ростова-на-Дону, там молодые люди, в общем, не будут сдерживать эмоции. Если ты идешь по центральной улице, два-три раза к тебе не подошли, не попросили телефончика, то ты плохо выглядишь. И вообще сразу предлагалось много что, то есть в лед предложения следовали разные. И поэтому я умею вежливо отказывать мужчинам так, чтобы остаться в живых потом еще. Скажи, а как у тебя появились, я знаю, конкурсы красоты в жизни, а потом даже и подиум? И я знаю, что, например, наш коллега, парикмахер Сергей Зверев, ты, у него даже я видел фотографии, где ты в кресле. Да. И наш Зверев там что-то такое делает, и ты прямо вот на подиумах. Это же какая-то необычная история. Это интершарм, наверное, был. Скорее всего. Ну, во-первых, началось все с того, что я гуляла в городе Ростове-на-Дону в самом центральном парке. Девочки, запоминайте, что надо сделать. И ко мне подошел человек и говорит, я фотограф, и вы не хотели бы сделать несколько фотографий? Твоя реакция. Я живу в Ростове-на-Дону, кто же верит сразу на слово мужчине? Ты в Москве никто не верит. Мы с подругой, я говорю, вы знаете, а можно как бы ваш номер телефона или где вы живете и так далее. А, то есть не в парке фотографии, а куда-то пригласили к себе? Да, он хотел к себе домой пригласить. Ну, я же девочка воспитанная и осторожная. И мы приехали с мамой моей подруги и с подругой. Оказалось, все нормально. И он сделал несколько фотографий, отправил их, по-моему, в Комсомольскую правду, если я не ошибаюсь. И был конкурс. Это не какие-то стилисты, визажисты. Это все было сами, да? Сами себя накрасили. Сама себя или там кто-то помогал? Да, реснички подкрасила, что-то там такое сделал. Он отправил фотографии просто на какой-то конкурс российский. Как он проникся как-то или вдохновился? Ну, он, вероятно, для этого и хотел. И я приехала первый раз. И в Вильнюсе были лучшие на тот момент в Прибалтике собрались прибалтийские фотографы. Там знаменитые всякие там Риванауск, Дихявичус и так далее. Мы очень известные такие вот люди. И приехали девушки из разных городов страны. И мы фотографировали. Тогда еще же это Советский Союз, наверное. Советский Союз, да. Моя подруга говорит, слушай, у тебя хорошие волосы. Вот Сергей Зверев ищет для своей программы «Секреты Сергея Зверева» моделью. Не хочешь прийти попробовать? Я пришла, он так посмотрел, рост волос, все. Он сказал, да. И, в общем, с Сергеем я знакома с его 26 лет. Ну, я так понимаю, за все время нашего знакомства он стал только моложе, поэтому, собственно, как бы хорош, как всегда. Ты знаешь, ты вспомнила вот эту передачу «Секрет Сергея Зверева». Это был телеканал «Дважды два». Ой, это была такая популярная передача. И вот благодаря этой передаче я, в общем-то, стал в этой профессии. Потому что я, в отличие от многих, долго не понимал, кем мне быть. Потому что, понимаешь, в 90-е кем быть, непонятно. Ну да, бандиты – это как бы. Родители не пример, потому что, да, я считал, что, ну что родители, жизнь не удалась, потому что, ну что, всю жизнь работали, ничего не заработали. Идти в институты по стопам родителей – смысла нет, потому что хочется как-то жить по-другому. Когда меня в детстве спрашивали, я думаю, я буду актером. Ну, потому что, знаешь, лучший у меня друг – телевизор. Но когда в 90-е театр весь развалился и кино, и, в общем-то, дома сказали, Руслан, не выдумывай. Да, ты мужчина, надо кормить семью, надо как-то чем-то серьезным заниматься. Я думал, чем заниматься, потом я говорю, давайте я буду гримером. Вот гример, который, ну пусть не актер, но я буду рядом. Ко мне вот придет, да, актриса, я что-то сделаю, красиво, вот я хочу. Говорит, ну гример еще, еще хуже. Говорит, ну вообще, ну, что это за профессия? Мне кто-то сказал, говорит, может, на парикмахера? Я говорю, ну, парикмахерам не очень хочется. Я не был в хороших салонах, понимаешь, я жил в Подмосковье. Ну, обычные парикмахерцы. Да, и обычная парикмахерская связывать жизнь не очень хотелось. Но когда я увидел вот эту передачу, я понял, что можно быть, вроде бы, и прически делать, и лица красить. Вроде бы и гример, и красота. Я говорю, вот кем я буду. И я забыл, честно говоря, уже эту передачу и этот телеканал, потому что это было немножко давно. Но вот это как раз было. Я попала тогда в один из самых лучших салонов страны, это Долорес Крошовой. И это был просто такой мини-турист, ну, потому что было качественно, дорого. И мы там готовились. И дальше Долорес попросила, чтобы я поехала с ними на конкурс. И я была конкурсной моделью у Светланы Рыжковой, поэтому всю эту элиту Рыжкова, Баранова, Амирбегова, ну, естественно, Зверев, я их знаю, просто это круглосуточно мы, собственно, там были вместе. И ты сейчас говоришь, я вот 90-какой-то год вышел для первой Долореса, а я учился в техникуме. Мы каждый номер, мы молились, вот эти все фамилии, мы просто вот эти... А мы ездили по миру, собственно. Всем передаем привет. Всем мэтрам, чемпионам. Спасибо вам большое за творчество и вдохновение. Поэтому все, кто смотрит, и с благодарностью мы вспоминаем эти времена. И прекрасные мастера. И когда мы выехали там впервые в Голландию, потом во Францию, потом... Ну да, это мировые конкурсы были. Да, это... Вот. Я поняла, что наши мастера одни из лучших. Что японцы, немцы и русские, дальше французы и так далее, дальше весь мир. Это непростая работа быть моделью. Ой, это вообще как и стресс, и напряжение, и ответственность. Я не представляю. Я всегда смотрю на этих девчонок. Месяц подготовки с утра до вечера вот это на голове. Молодых девчонок, худеньких, скромных, безумно скромных, работоспособных. Хотя на подиуме впечатление просто это багира какая-то. Но я сам, когда работаю с девчонками, это сколько и часов, и времени, и волосы жгли, и что только не было. И до сих пор вот я приезжаю в города, когда проводить какие-то мероприятия. Я делаю, ну, кастинг, да, выбираю модели. И очень многие думают, что в основном все зависит от волоса. Говорят, ну, у меня же коса, почему меня не взяли? Я говорю, да мне лицо нужно. Ну, да, коса, коса, шиньон, шиньон. Или контакт с человеком, который будет вместе со мной в одной команде. Это как в космос лететь. Нужен контакт на человек рядом, вменяемый, который будет в 4 утра идти на гримы, потому что надо в очередь загримироваться. Потом есть, ничего не будет, потому что, чтобы грим сохранил. Через трубочку попьет чего-нибудь, сока какой-нибудь. Молите, переживайте, что за тебя. Да. Поэтому, девочки дорогие, вот кто мне пишет в Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбуке, возьмите меня моделью. Это тяжелая работа, девчонки. Это не просто так. У меня тоже есть какое-то свое видение, какой-то, может быть, свой стиль. И это очень тяжелая работа. Поэтому, может быть, даже кому-то повезло, кого не взяли, они, в общем-то, остались без этого стресса. Ир, а с чего началась любовь к профессии актрисы? Может быть, что-то, или кто-то повлиял? Может быть, какая-то личность, или кумир какой-то, или фильм? Мне в детстве говорили, что я похожа на Евгению Симонову. И как раз вышел фильм «Обыкновенное чудо». Мне так нравилась эта романтическая история. Но мечтать было сложно, поскольку я была очень застенчивым ребенком, читала книжки, так хорошо воспитанная девочка такая скромная. Я считала, что актрисы, они должны быть очень уверенные, такие вот смелые. И я пошла заниматься в театральную студию в Ростове-на-Даме. А ты в каком возрасте? Я была в старших классах в школе. То есть, ну, уже сознательно. Это не мама привела, занималась? Нет, 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 я сама. Или музыкальную, знаешь, заставляли? Это прямо уже душа попросила. Я играла на скрипке в детстве, 4 года ровно, а потом положила скрипку, это не мою. Еще очень хотелось гулять на улице и читать книжки. Ну, у тебя же папа музыкант. Папа музыкант, да. Он играл на габуе в симфоническом оркестке. Слушай, там не забалуешь с музыкой, со скрипкой. Я в 4 года знала нотную грамоту. Слушай, я, например, пошел в музыкальную школу уже в создательном возрасте. Где-то какой-то там домри-балалайки. Я такой, ну, мне так понравилось. Я 5 лет отходил, но поскольку дома не было музыкантов, никто не проверял. Занимался, я не занимался, сделал я что-то, так, для души. Но я закончил и даже, ну, не знаю, может быть, я что-то вспомню из домри. Сыграешь как-нибудь? Ну, это домри, понимаешь, это не фортепьяно, которая... Прекрасный инструмент. Где-то вспоминаю, где-то оно бывает или аккордеон, или гитара, домера. У меня даже дома где-то есть. Дальше была театральная студия, в общем, при доме учителя. И мне очень повезло, я попала в студию лучшую в Ростове-на-Дону. Не знаю, но вот судьба привела. И там в свое время знаменитейший нынче театральный режиссер Анатолий Васильев занимался. Вот супруга Калягина Лужко как-то занималась. В общем, оттуда вышли... Они занимались, как ходили, как ты занимались. Да, они занимались, а потом они уже поехали в Москву. Нет, они занимались когда-то. В общем, их первые азы получили там. И дальше я, естественно, поступала, поступила. И профессиональная актриса. И закончила театральное училище. Нет, я поступала первый раз в Москве и дошла до конкурса в Щепкинском училище. И на конкурсе испугалась. Мне показалось, что у меня платье не такое красивое. И я не такая уверенная. Там ходили такие девачки. Ну, если ты... Нет, ну, это внутреннее ощущение, да. Да, и я поступала к Соломину, к Юрию Мефодичу. Он говорит, Юра, куда все делось? У тебя же все это было. Я пытался убедить кафедру, но они вот... Ну, из того, кто там нахрапом. Естественно, надо же выбрать из лучших. Я так расстроилась. И я поехала в Ростов-на-Дону и с высшим балом поступила, там, филиал ГИТИСа. И вот, обучаясь в Ростовском училище искусств, я со второго курса стала играть в театре. В драматическом, большом нашем театре. Ну, в Москве такое, может быть, и не было возможности. Думаю, что нет. Ну, что, говорится, не делается, только лучше. Супер. Ир, сейчас волосы пусть накручиваются, а мы пойдем тогда на макияж. Да, хорошо. Оп. Ну, что, мы продолжаем тогда? Ир, я думаю, комплименты о том, как ты выглядишь, ты постоянно слышишь. Да. Что шикарно. Я уже пять минут не слышала, не знаю, как мне быть. Ну, я говорю, шикарно, выглядишь очень красиво. Спасибо. Я наблюдаю за твоими соцсетями, перелетами. Как так выглядеть? Я знаю, что ты не куришь, не пьешь. Это уже все знают, поэтому спрашиваю, как ты к этому относишься. Есть, может быть, какие-то или секреты, или какие-то твои фишки, потому что с самолета надо выходить на сцену, да, или после там чего-то дальше. Есть патчи, есть гелевая маска, есть много воды без газа. И исключаю тогда чай и кофе, потому что в полете надо много пить. Я мясо ем, наверное, два или три раза в неделю или меньше. Вегетарианкой я была лет шесть, мне не составляет труда никакого. Я дружу много лет с известным академиком, доктором медицинских наук и диетологом Анатолием Волковым, знаменитейшим. И он невероятно мудрый человек. Когда я к нему пришла советоваться по поводу питания, он мне сказал, значит так, есть можно в любое время суток. Я сказала, вы мой доктор. Ой, мне нравится все, что ты сказала сейчас. Просто длительный перерыв воздержания от еды – это уже почти голодание. Это надо делать грамотно, иначе вредно. Но другое дело, что многие заблуждаются и едят на ночь фрукты. Фрукты надо есть до пяти-шести вечера. И кефир – то же самое йогурт, это утренняя еда. Ты предрасположена к набору веса? Или, как говорят, вот она счастливая, знаешь, ешь сколько хочешь? Нет, если я буду есть дрожжевые вкусные булочки и тортики, то, конечно, я буду там же, где и все. Но я тебя никогда не видела с каким-то таким вот весом, который, знаешь, там набрала. Вы знаете, я там в каком-то была, вот у меня прям нет. Как-то так, ну, по всем картинкам, фотографиям. Ну, просто Новый год или поездка в Грузию, я не знаю, или поездка туда, где все много кормят, там всегда, да. Три дня. А вот по поводу лица, косметологов, чего-то? А у меня косметолог, мы на долгие годы одна. И она знает, что я буду приходить в идеале два раза в неделю. Ну, редко получается, один раз в неделю к ней. И, естественно, у меня есть домашний уход. Это корейская косметика с секретом улитки. С чем? С лисью улитки. А, я слышала. Очень хорошая, да. Про хирургию, про все вот это. Я до последнего всячески отодвигаю, потому что есть масса промежуточных историй. Я очень осторожная, я лучше подожду. Мимика должна быть живой, потому что бывает, лица хорошо выглядят на фото, но это обездвиженные лица. Такое бывает, знаешь, как говорится, ты видела, а я за креслом ничего только не видела. Страшно ночью спать даже. Я вот другого поколения, конечно, да, чем сегодняшняя молодежь. И мне многие друзья мои все время, молодые особенно, говорили, Руслан, почему ты не занимаешься инстаграмом? Почему ты не до этого, я же занят. Но они это делают очень легко. Но потом я смотрю, как ты это делаешь, такое ощущение, что ты делаешь это тоже очень легко. Это как само собой разумеется. Есть 5-10 минут, заглянула, посмотрела, сделала все. То есть, все, что я хочу сказать? Историй. Это только начало. Ребят, держите, что еще будет? Ой, что еще будет? Сколько у тебя профессий? Я посмотрел актрису, фотомодель, модель, телевизионная ведущая, просто ведущая. Тифлокомментатор. Тифлокомментатор вообще для меня было открытие. Дело в том, что есть специалист, который называется Тифлокомментатор. Я закончила институт реакомпы, я выучилась. Это человек, который помогает незрячим людям максимально воспринять театр, кино, любое действие, начиная от Олимпиады и заканчивая, я не знаю, показом моды. Я дружу с Дианой Гурцкая, она всегда прекрасно причёсана, одета. Всегда прекрасно причёсана, да. Я на это обращал внимание, мне было это тоже очень интересно, потому что такая вот... У неё истории необычной жизни. Так получилось, что я знакома вот именно с Дианой, и она мне рассказала как раз о том, что бывает тифлокомментирование. И в нашем театре, в Московском губернском, где я играю свой прекрасный спектакль «Любимый бесконечный апрель» с Андрюшей и Леной, я сделала тифлокомментирование. И уже 9 спектаклей, на которые может прийти абсолютно слепой человек. И для незрячих мы стараемся делать вообще бесплатный вход, а сопровождающий покупает обычный билетик. То есть на цене это никак не отражается? Цена одинаковая для всех. Это сидит специалист, который 4 часа там с перерывом на антракт комментирует. Специалист это ты сидишь? У меня уже команда, у меня команда, и мы делаем и фильмы с тифлокомментариями, и даже такие сложные жанры, как экшен, мы сделали «Последний человек – паук». А ты представь, там, когда всё летит, взрывается, это надо быстро комментировать. Это всё надо заранее подготовить. Я вспомнил, у меня в детстве, у меня бабушка, она 15 лет была незрячая. Мы вот так с ней смотрели телевизор. Ты рассказывал, кто, что. Я говорю, пойдём смотреть телевизор. Так, ну вот. Я говорю, ну вот, да, смотри, это какая-то деревня, вот она это самое, вот это. И всё это рассказывал. Ну, Сан, телевизор будем смотреть? И никто там дома сказал, как она говорит, так смотрит. Нет, мы смотрели телевизор, мультики, концерты, всё-всё-всё-всё. Вот она, благотворительность, начинается со своей семьи. Так, ну мы практически как-то за разговором, даже уже практически что-то. Сейчас мы создадим немножко, чуть-чуть форму. Я себе сейчас Лолу Бриджиду немного напоминаю. У стилистов знаешь, какой есть приём? Представьте, в каком бы фильме вы бы эту актрису сняли, или какую бы роль вы ей предложили. Вот глядя на тебя, это не меньше королев и князей каких-то графиков. Нет, это не комплимент, Эва. Ну, я играла, собственно, и принцесса королев была. Вот это потому, что какая-то вот эта вот породистость, статусность, она есть. Вот такой благодарный материал. Спасибо. Да, одно удовольствие. Поэтому мы закончили с прической, с макияжем. Сейчас переходим одеваться и на фотосессию. Да, хорошо. Спасибо. 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 Ир, и традиционно наши пять вопросов, такие экспресс. Если бы снимали фильм про тебя, жанр какой? Мелодрама. А режиссер? Ну, пусть будет Лукас. Самый необычный подарок, который ты получала, или, может быть, ты их сделала кому-нибудь? Собака, которую я получала, которую я делала, можно я не скажу? Нет, собака это вообще, это уже больше не скажешь. Занятие, которое вызывает радость? Встреча с друзьями. В караоке. В каком магазине теряешь контроль времени? В магазине женского белья, хорошего. Какое место на Земле произвело самое сильное впечатление? Перу, Мачу-Пикчу и Храм Луны. Спасибо. Друзья, спасибо, что были с нами. Мы отлично провели время, сделали красоту, потворили, поволтали. Желаем вам удачи и до новых встреч. Ваш Руслан Татьянин. Субтитры сделал DimaTorzok